всем доброго утра и для тех кто не знал в инстаграме мы решили запустить новую фишу ли нашу чем смысл в том что из каждого путешествия мы собираемся привозить подарки нашим подписчикам нашим друзьям вам собственно говоря все условия мы естественно в инстаграме выкладывали об этом будет долго не будем рассказывать суть в том что сейчас мы находимся в сочи и собираемся пойти на рынок чтобы с помощью местного человека то бишь они которые нас он там снимает мы еще покажем мы будем выбирать какую-то вещь которую мы подарим подписчику который выиграл а вы золото медведева анечка медведева в эти видео выбирать подарок я предлагаю привести чурчхелу это очень вкусно и полезно и ну реально прикольно и с нашего места смотри манго гранат а вы можете сказать из чего ну как как они делаются вот это вот допустим серия и раньше была бы такая классическая то есть это первая чурчхела которая была чурчхела это переводит русейского орехи в соку они нанизываются на ниточку вот орехи сухофрукты вываривается сок сахар и вот это вот окунается в горячую массу несколько раз и получается сладкая конфетка здесь как бы просто орешки идут грецкий фундук это считается армянская чурчхела есть вот такая вот здесь идет пяленый инжир чередуется грецким орехом а где они делались это делается у нас здесь это все делается каждый день и привозится каждый день на рынке лучше покупать чем на улице потому что на улице ездят машины пыль в этом ну какой-то все равно что-то попадает кит частичка то они висят там они как бы грязные на самом деле лучше приходить на рынок и покупать здесь точно будет но более чисто экологично и смотрите видите она как гнется она должна вот так вот а когда она не свежая и и уже через силу просто ну чё мы закупились первым первой частью подарки еще себе накупили всяких вкусняшек естественно если мы советуем это вам значит мы себе это возьмем испытаем это на себе вот вторая часть это будет вино но вино нужно здесь знать у кого покупать это правда иначе вы можете отравиться или это будет ужасно невкусное вино или еще что-то в общем у бабулек не советуем брать лучше проверенных людей спрашивайте лучше всего у местных людей где взять у кого достать это вкуснейшее местное вино я немножко приболела мы сейчас приехали на дольмен их довольно много на территории кавказа но здесь дольмен монолитные таких на самом деле очень мало и он считается женский и называется целитель и он как бы считается что он лечит вот вообще дольмены это такие если очень-очень коротенечко говорить это такие как-то блин правильное слово подобрать господи уникумы нет нет артефакты вот это древние древние артефакты постройки некоторые ученые в принципе их причисляют к периоду постройки пирамид некоторые даже еще раньше но общем суть том тоже до сих пор никто не может сойтись на том для чего они были построены зачем есть теория что они служили как бы такими порталами где с помощью которых да передавали сообщения друг другу из разных концов земли также считалось что другой вариант что вдольмены уходили просветленные люди для того чтобы совершить переход ну то есть они как там умирали но тел не оставалось все переходили на другой мир на другой уровень как хотите понимаете вот и в принципе таких теорий их очень-очень много но ни одна из них пока еще не как-то не подтверждена но очень много всяких рассказов по поводу там не знаю целительство этих мест силы этих мест кому-то на них становится плохо кому-то наоборот на все хорошо вот и мы приехали посмотреть на одно из таких уникальных сооружений говорят что там на профиль есть профиль женщины ну глаз волосы можно разглядеть и попросить здоровье силы исцеления вот ну еще здесь есть несколько водопадов где можно покупаться на очень симпатичный в принципе здесь в сам себе заповедник стоимость в ходе было 100 рублей вот это хоть меня вообще недалеко от лазаревского поэтому если устали от какой-то такой истории поваляться на гляжу то здесь в теньке прогуляться и потом я думаю искупаться будет просто великолепно так 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 ой нееет блин лестнику вот почему анька не пошла могла ведь исцелиться она болеет тоже пристасилась да ведь правда строить день на горе чтобы типа обыкнов к ним не ходил только если очень надо тебе надо мне интересно посмотреть своими глазами мы сегодня не в ударе вообще не в ударе мы плетемся очень медленно как две черепашки и останавливаемся на каждом на каждом камушке на самом деле мы уже нам не привыкать ходить в горке по лестницам и так далее насчета то ли здоровье сейчас то ли может сильно прикол именно этого места этого дольмена даже до него нелегко дойти хотя казалось бы тропа не такая чтоб сложная брось меня здесь высечена стрелочка в камне что мы идем правильное направление ну а для заметливых указатель дольмен туда видишь его Дольмен. Третья, вторая тысячи летия до нашей жизни. Принадлежит к редкому типу астрономических металлов. Чего не слышу? Принадлежит к редкому виду астрономических металлов. Что бы это ни значило, это редко очень вещи. Еще он очень редко формен. Обычно у нас стоит из нескольких как бы плит друг с другом. А это прям, видите, одна монолитная скала. И в ней прям высечен сам Дольмен. Это единственное какое-то в мире дерево. Вот с отростками, с лицами людей. Но это реально жутко, жутковато, да? Ну да. Напоминает это. Помнишь, в игре престолов там был столб с масками? Угу. Угу. Такие зуткие истории вспоминаются сразу. Сейчас пойдем посмотрим вместе с вами. Поближе. Чтобы... Ну я даже не знаю как было. Ну вот, ну вот, ну вот. Мне кажется, что это дерево желаний. Нет, не кажется, мне что-то дерево желаний Я говорю, у меня такое ощущение, что вообще по-хорошему такие места бы закрывать от туристов Ну, потому что реально, это же места, ну, тут же Дольмент, Место Сила Там сейчас вон девица в плавках на нем лазит Ну, как бы Ну, и на самом деле там все просто исцарапано, исписано Особенно наверху имена людей и так далее И вот просто хочется сказать, зачем вы это делаете, люди? Ну, зачем? Зачем? Вот, и это дерево, оно тоже, знаешь, оно какое-то ведьмовое дерево, мне кажется Там не желание надо загадывать, а, ну, реально такое Посмотрите, отойти стороночкой Ну, да, посмотрите, с уважением как-то, и отойти Там, наверное, вязаный пакет, веревки, что-то там еще Ну, просто неразумный человек может здесь брякнуть что-нибудь лишнее Или пожелать чего лишнего, мне кажется, это может сбыться Ну, да Ну, на самом деле, было спокойно и тихо Пока мы тут чупали Там сидит какой-то мальчик, ты заметила, что это за мальчик? Я думала, это с этим вот ребятом Я тоже так думала, реально там мальчик сидел все это время Тихо-тихо такой У меня в какой-то момент вообще были сомнения, видит ли этого мальчика кто-нибудь кроме меня Да, серьезно? Ну, чей-то мальчик сидит, блин, на Дальмении Где-то в заповеднике Один Тихо, он не играется, он там не балует, просто сидит на Дальмении Какой-то мальчик Тут везде такие штуки Мне реально кажется, что это какое-то... Весьминое место Ну, такой заколдованный лес, знаете, вот как из сказки Мне кажется, его здесь снимали Туда не сядешь В ту Он такой за меня В ту В ту В ту Пойдем дальше? Да Вот это вот, что ли? Ага Тут женщина кто-то там встанет, что ли? Ти Ага Ну да Ага М個人 Ну да Куда Тутش Куда Ага Фос Фос Ох scASH sauc У суть момента сейчас что ира собирается бедняжка больная холодную водичку ползти героически ловить классные кадры ну чё мы баб дуры ребят мы призываем вас я надеюсь что вы здоровы и так все делать я надеюсь что получится классный сагазь вообще здесь кристально чистая вода прямо на наш запах у неё хоть совершенно другой если вы здоровы бережно относитесь к местам силы и вообще подумайте а мы пошли подкачать смотрите нас Субтитры сделал DimaTorzok